После включения контакторов в салоне начинают греться тены, которые находятся за этим коробом. Вот отверстие, чтобы теплый воздух выходил, обогревал. Сегодня во всех самарских трамваях включают отопление. Завтра синоптики обещают заморозки, поэтому в салонах будут работать колориферы. В трамвайно-троллейбусном управлении их готовили с лета. Проводили профилактику, закупали дополнительные радиаторы и тены. Всего на самарских маршрутах более 170 трамваев, и в каждом из них будет тепло. Климат в салонах трамваев и троллейбусов регулирует, ориентируясь на разницу температур за бортом в салоне. С завтрашнего дня все трамваи выйдут с отоплением, потому что люди вышли и в ночь, и днем будут работать, плюс дополнительные бригады вышли дополнительно, поэтому все сделаем. Тепло радуются и пассажиры, и кондукторы. Студент Сергей Мельников каждый день добирается на трамваи от дома до университета, от Первомайской до Постникова оврага. Раньше было холодно, особенно вечером, а сейчас возвращаюсь вечером с дома и домой. Тепло, то есть комфортно. Когда вагон выезжает из депо, конечно, прохладно в нем, а во время работы он нагревается, и становится хорошо, комфортно работать. И пассажирам также комфортно. К заморском готовы и самарские троллейбусы. Там тоже сегодня включили отопление. В автобусах также провели профилактику систем отопления. Проверили все элементы, которые позволят сохранять в салоне комфортную температуру. Отопление в автобусах включают, ориентируясь на погоду и просьбы пассажиров. Если температура на улице минус 15, минус 25, то внутри салона должно быть плюс 10 и выше. По всем вопросам, связанным с отоплением в транспорте, можно обращаться либо через онлайн-ресурсы, либо напрямую в транспортные организации и профильный департамент. Александр Шугаев, Семен Безгенов, Дмитрий Мешканцов. События.